Российский научный фонд подвел итоги совместного российско-японского конкурса, в котором принимали участие специалисты всех научных областей, предусмотренных классификатором РНФ, в числе победителей конкурса и коллектив из Казанского федерального университета. Речь идет об очень интересном направлении, о подходах для разработки новых линий клеточных для биотехнологических целей с использованием генов очень интересных экстремальных организмов. У нас есть несколько любимых объектов, там камар, который высыхает и так далее. До настоящего времени мы были так сфокусированы на понимании, как работает вот этот механизм генетической устойчивости в нескольких видах животных. Теперь мы решили сделать такой очень концептуальный шаг вперед, сделав систему массового внедрения генов из вот таких вот экстремальных организмов в модельные клеточные культуры. То есть это единовременный скрининг десятков тысяч комбинаций генов из разных организмов с целью поиска того варианта, который позволит улучшить качество клеток млекопитающих и насекомых, которые используются для биотехнологии. И здесь у нас такой же интересный подход, он гранд двусторонний. Японские коллеги собирают свои чемпионы по выживанию в Японии, мы российские, и создаем такую систему, которая позволит вот таким вот массовым ненаправленным модификациям генома выбирать комбинации генов из разных организмов, которые вместе в совокупности дают новые уникальные свойства. Ученые Казанского федерального университета представили сложнейший проект, результат которого достал чок целому ряду исследований. Очень интересно, что на японской стороне рецензенты, они отметили, что это крайне интересный проект, его стоит, он очень рисковый, но его стоит попробовать, потому что именно так и делается наука, как нам написали в рецензии, это крайне приятно. Отметим, что начиная с 2017 года Российский научный фонд и Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии поддержали 11 российско-японских проектов, два из них проекты Казанского федерального университета.